Перед просмотром данного видео я настоятельно рекомендую подписаться на этот канал и не пропускать обновлений. Чеченская мафия в Советском Союзе. Как она появилась? Как и остальные известные организованные преступные группировки Советского Союза, чеченская мафия заявила о себе в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века. Чеченские ОПГ были одними из самых жестоких, они приняли активное участие в войне, разгоревшейся на Северном Кавказе. Создание Лозаннского ОПГ. Эту группировку называют самой кровавой среди тогдашних ОПГ. Чеченцы отличались особой жестокостью в разборках с остальными бандами столицы. Своё название она получила от ресторана Лозанни, где бандиты предпочитали собираться. Среди этнических преступных банд того времени Лозаннские были самыми влиятельными. Лидерами Лозаннских были Мавлади Атлан Гириев и Хош Ахмед Нухаев. Они начинали с грабежей на странах студентов, занимавшихся в Москве форцовкой. Отсидели за это в тюрьме. Выйдя оттуда в конце 80-х, Атлан Гириев и Нухаев, они объединили, по некоторым данным, не без помощи спецслужб, все действовавшие на тот момент в Москве разразненные чеченские группировки. Исследователями криминальных войн 80-90-х годов утверждается, что это необходимо было сделать, чтобы иметь некий противовес многочисленным славянским ОПГ. Совсем к тому времени распоясавшимся. Лозаннские быстро взяли под свой контроль все валютные магазины столицы, большую часть гостиниц и автозаправок. Доли диасфер влияния с другими ОПГ чеченцы на разборках резали конкурентов ножами. В 1988 году такая битва состоялась в ресторане Лабиринт, где Лозаннские выясняли отношения с Бауманскими. Потом также они поручили люберцких кафе Атриум. И подобные жестокие схватки устраивались регулярно. С Лозаннскими предпочитали не связываться, поскольку даже воровские понятия они не всегда признавали. С активизацией национал-сепаратистских настроений в Чечне Лозаннские усилили свою позицию в мятежной республике, хотя и до этого они там были сильны. Бандиты поддерживали в том числе и финансовую науку президента Чечни Джохара Дудаева. Но Хаев стал ближайшим соратником генерала. В 1990 году верхушку Лозаннских посадили на длительные сроки, которые они, правда, до конца так и не отсидели. Выйдя на воле, чеченцы плотно занялись аферами. С Савиза продолжали работать с бизнесменом Борисом Березовским, с которым Лозаннские контактировали с 80-х годов. Березовский, по сути, был под крышей чеченского ПГ и значительным пакетом акций его логоваза владели Нухаев и Атлан Гириев. Лозаннские помогли бизнесмену решить вопрос лидерам Ореховских Сильвестром, люди которого кинули Березовского на миллиард рублей. С началом боевых действий в Чечне ряд Лозаннских активно включились в кампанию по организации и проведению терророктав. По некоторым данным, именно члены этой группировки оказались причастными к взрыву троллейбуса в Москве в декабре 1994 года и в попытке установить бомбу на мосту через Еузу. При этом погиб сам минер, сотрудник компании Нухаева. Многие Лозаннские вошли в состав правительства чеченских сепаратистов. С приходом к власти Аслана Масхадова, с которым представители влиятельного ПГ сразу не поладили, Лозаннские приняли участие в одном из покушений на президента Чечни. Взорвавшаяся рядом с автомобилем Масхадова заминированная машина, тем не менее, особого вреда лидеру республики не причинила. Одно из самых резонансных, в выступлении которым были причастны Лозаннские, генерального директора футбольного клуба «Спартак» Ларису Нечаеву вместе с братом и подругой два киллера сдалили в июне 1997 года. Лозаннские имели в клубе коммерческие интересы. А когда Нечаева попыталась выдавить представителей ПГ из «Спартака», на нее было организовано покушение. Вскрывшихся в Чечне киллеров, один из них имел прямое отношение к организации покушения на Масхадова, в конечном итоге нашли и убили свои же земляки. В нулевые Лозаннские были окончательно разгромлены правоохранительными органами. От Лангериева убили в Чечне обижавшего Азербайджану Хаев, отметившийся к причастности к организации убийства известного журналиста Пола Хлебникова и полковника Юрия Буданова, объявлен в международный розыск. Периодически сообщалось о его смерти, но точных данных на этот счет нет.